Теперь добраться до Кривого Рога из Киева можно самолетом, так как регулярные рейсы в этом направлении уже начались. Кроме того, по словам Кирилла Тимошенко, в ближайшее время в рамках великого строительства начнутся масштабные ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе и в вокзале аэропорта. Он добавил, что рейсы по маршруту Киев-Кривой Рог несколько раз в неделю выполняет авиакомпания Windrose. Планируется, что реконструкция аэропорта Кривой Рог завершится к концу 2022 года. После модернизации терминал сможет обслуживать до 400 пассажиров в час. Здесь уже давно не летают самолеты, аэропорт удовлетворит потребности города. С населением 60 тысяч человек и двух других регионов – Днепропетровска и Кировограда. Для Кривого Рога это как новая жизнь аэропорта и всего города, сказал зампред Президиума. Он отметил, что в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство». В этом году началась планомерная работа по развитию региональных аэропортов. Таким образом, люди из отдаленных регионов могут легко добраться до Киева, а оттуда в другие города или муниципалитеты по мере необходимости. В Тернопольской области по программе президента начался завершающий этап ремонта участка автомобильной дороги Р-39 «Броды-Тернополь». Сейчас рабочие уже уложили верхний слой дорожного покрытия толщиной 5 сантиметров из асфальта бетона, залитого камнем от села Заложцы до села Мшанец. Об этом сообщили в Тернопольской АГА. Стоит отметить, что текущий средний ремонт сегмента, начавшийся 1 апреля, уже соответствует плану. Следующим шагом будет устройство обочины дорог, нанесение дорожной разметки из холодного пластика, установка новых дорожных знаков и так далее, говорится в сообщении. Следует отметить, что изношенное покрытие предварительно было фрезеровано на месте ремонта, а дорожное покрытие укреплено методом холодной регенерации. Затем был нанесен выравнивающий слой из крупнозернистого битумного бетона толщиной 10 сантиметров. Накануне социологическая группа провела исследование по оценке граждан по результатам деятельности президента Владимира Зеленского, на втором году его президентского срока. Программа «Большое строительство» получила наивысший балл среди всех программ и реформ. Если освобождение пленных и заложников было оценено на очень хорошо и хорошо – 38%, а программа «Условия в смартфоне» – 40%, то крупномасштабное строительство положительно оценили 42% респондентов. Только в Киеве оценка президентской программы восстановления инфраструктуры была несколько ниже, чем в других регионах страны.